Второй период прошел при нашем преимуществе и по броскам, и моментов мы создали намного больше. И, в общем-то, мы начали играть в свою игру. Сейчас очень важно нам забить, вот первыми забить, и как можно раньше постараться, чтобы мы не ждали, когда же время будет еще, чтобы атаковали, атаковали. Надо играть в хоккей, который мы играем. И, откровенно говоря, не у всех наших игроков именно броски – это их главное оружие. Итак, мы продолжаем свой рассказ о матче, финальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и России. 4-2. Родоначальники хоккея пока впереди. Зиновьев с Морозовым и Зариповым. У нас на льду пара защитников Илья Николин, Андрей Марков и против тройки Эрика Стала действуют наши куницы Сан-Луи. У канадцев эта тройка нападения Зарипов. Выпрыгивает там шайбочка на пятачок, не видел ее Кэмворд, но и наших никого поблизости не оказалось. Но действительно, моментов больше было у россиян во втором периоде. Да, Набоков несколько раз просто выручил свою команду, но Кэмворд по праву претендовал на звание первой звезды второго периода. Подвела наших парней, к сожалению, реализация моментов, но верим мы в то, что получится. Все исправить в периоде под номером три. Федоров со своими партнерами Овечкиным и Семиным на льду нашей команды. Овечкин на второй круг начал заходить, но все-таки споткнулся о ногу соперника и шайбу потерял. Овечкин выбрасывает ее канадцы, ну и Доун тут очень грамотно. Они вообще еще очень грамотно перекрывали все направления, и Корнееву, казалось, в дальний борт там был один Овечкин, и тут же успели перекрыть и то, и другое направление. Очень сложно было Корнееву делать передачу. Ну и смотрите, что творит Тейвс, он практически лежа, все-таки затаскивает шайбу на пятачок. Не будет удаления в составе российской команды, есть возможность для контратаки три в два, но немножко затормозил. Александр Семин, Овечкина накрывает боумистер. И еще один силовой прием Александра против Шейна Доуна. Болельщики в восторге, арбитры фиксируют проброс. Но мне кажется, и Александр ушиб себе тоже руку, потому что мы видим, там клюшка была, и плечо он тоже повредил. Он будет все равно биться насмерть. Это же требуется от всех остальных участников этого матча. Итак, у нас на площадке Терещенко с Ковальчуком и Архиногедов. Так выглядят третьи звенки. На самом деле вот это сочетание напрашивалось с первого матча чемпионата. Я, конечно, Быков имеет полное право на любые эксперименты, он тренер сборной, но мы единственное звено имели полностью сыгранное великолепное звено Зарипов-Морозов и Зиновьев. И разбивать его абсолютно не имело смысла. Тем более здесь, в этом сочетании, здесь Ковальчук абсолютный лидер, абсолютно имеет возможность делать все хочет и абсолютно нормально будет играть. Но, с другой стороны, другими сочетаниями мы дошли до финала. Теперь, когда простора для экспериментов уже просто нет, нужно выходить и выигрывать эти эксперименты закончили. Зарипов-Зиновьев-Морозов и Ковальчук-Тереченка и Афиногеновы. Очень важно, чтобы это принесло результат. Зарипов оставляет шайбу партнеру. Здесь на коротке Зиновьев и Калинин. Наброс на пятачок, но увезли из пятачка Зиновьев. И удаление будет у канадцев. За задержку соперника клюшкой отправится кто-то из канадских хоккеистов на скамеечку штрафников. Второе удаление всего лишь в этом матче у команды Канады. Ну и по странному стечению обстоятельств на скамейку неплохих парней отправляется Патрик Шарф. Дерик Шарф – это немножко из другой оперы. Времени у нас вполне достаточно. Шайба в матче с канадцами отыграть вполне реально. Но вот очень важно именно это большинство реализовать. Выиграли нашим Брасуни. Причем чисто сделал это Зиновьев. И не проходит сейчас передача. Алексея Морозова на дальний пятачок. Отбросились канадцы и от своих ворот вынуждены мы начинать очередную атаку Никулин и Андрей Марков. У нас пара защитников. Андрей Марков прекрасно дирижирует своими партнерами. Зиновьев увидел, что перед ним есть пространство, пытался ускориться. Но два игрока канадской команды установили над ним контроль. И здесь Маркову под прессингом Сан-Луи не удалось удержать шайбу за чужой синий. Зарипов ждет, пока все его партнеры выйдут, войдут в зону и расставятся. Расположились наши. Марков занимает дирижерскую ложу на синей линии. Зарипов катится на дальнюю штангу. Морозов, но не попадает. Алексей по шайбе, похоже, там какой-то рикошет еще. Он немножко не ждал, что это пройдет передача. Никулин. Могучий бросок. Отлетает шайба от Кэма Уорда. Но опять же Морозов там борьбой с подбор. Вот отличный подбор с нашей стороны. Марков. С круговбрасывание бросок. И шайба во вратаря попадает. Здорово, здорово. Все равно мы играем и будем так продолжать атаковать. Мы забьем. Андрей Марков вновь получает шайбу в чужой зоне. На коротке Федоров пытается вывести ее на чистый лед, чтобы опять же перевести дух и дать партнерам занять выгодные точки для атаки. Ковальчук на позиции защитника бросок. Ильи Низом Хэмбор вступает в игру. Ну и остановленная игра. Брасывание будет у ворот в портной камере. Давай, Илья, от тебя много зависит. Сменился Сергей Федоров. Зиновьев выходит на точку вбрасывания. Оставляет все именно Овечкина на льду Вячеслав Быков. Повредение какое получил Федоров мы видим сейчас. Врачи толдует на моментом повредения спины. Так, получил удар в борьбе с соперником Сергей Федоров. Но Зиновьев свою задачу выполняет на 5 баллов. Он выигрывает вбрасывание. Серия рикошетов последней шайбы в черенок клюшки. Александра Овечкина угодила и мимо ворот пролетела. Овечкин просит передачу, но не в клюшку. Ковальчук! И вновь Кэмбор! Но обязан Илья забивать эти моменты. Мы видим, что очень переживает Ковальчук. Ну, идеальная ситуация для броска. Овечкин собрал вокруг себя. Смотрите, 5 метров. Сделал передачу на Илью Ковальчука и в девятку. Не попал в девятку. Ковальчук. Смотрей бросил, чем необходимо было. Ну что же, продолжаем мы создавать моменты. 8 секунд до выхода Шарпа. На лед Ковальчук катится на скамеечку. Напасной в Калинин и Даниил Марков. Здесь нельзя терять внимание нашим ребятам. Потому как скоро за их спинами появится. Вступит в игру Шарп. Мы видим, что практически уже в три звена и будем играть. Здесь Радулов появляется с Финогеновым. Так именно это звено, скорее всего, и будет третьим. Проводит Радулов бросок. Ну и вновь там пытаются наши запихать шайбу. Всеми правдами и неправдами в чужие ворота. Но забетонировал весь низ Кэмворд. И пробиться наши не сумели. Жилановский шлипком чуть повыше. Кояса сопроводил Радуловым к воротам. Терещенко на точке в Брасвине. По-прежнему Радулов по Финогенов на льду у нас. Стали мы выигрывать в Брасвине. Едва ли не пятое единоборство подряд. Мы уже выиграем. Причем все в чужой зоне. В полном составе играет сборная Канады. К сожалению, не удалось нам использовать численные преимущества. Что ж, будем пытаться взять свое при игре в равных составах. Нэш перехватывает на синей линии передачу. Мешая нашим выйти в контратаку. И тут же Нэш против Маркова. Силовый прием проводит. Но Данилу страхует Александр Радулов. И здесь Жилановский на перехвате. Шайба покидает пределы площадки. Но в любом случае дело происходило в средней зоне. Так что штрафа Эджелановский сбежит за заедку игры здесь. Вновь появляется звено Зиновьева. И абсолютно правильное решение тренера. Что должны играть действительно ведущие. Которые могут переломить ход игры. Никто не говорит, что кто-то играет слабо. Но есть те действительно люди, которые могут сильнее сыграть в этой ситуации. В данном сочетании отдельно взято. Сыграть сильнее могут все. Наши парни и должны. Должны они постараться. В оставшиеся 15 минут до конца основного времени этого матча. Сделают все, на что они способны. Морозов. Здорово. Морозов. Затащили его за ворота. Но приходит Жайба к Тютину. И начал партнера Федор искать. И контратака. Атака у канадцев. Молодец. Зиновьев догнал Куницын. И именно Зиновьев сейчас отправляет шайбу за лицевую линию. Он прервал эту очень опасную передачу. Зарипов притормозить был вынужден, чтобы укротить эту шайбу неподалеку от чужой синей линии. Федор вернулся в состав. Рой. Бросок с неудобной руки. И как же так даем мы добивать? Вот как раз это и опыт и есть игры в Северной Америке. Сейчас защитник вместо того, чтобы выносить шайбу, буквально на пятачок на собственный отдал шайбу. И там две волны добивания шло. Дейвса потом Доун имели возможность добить эту шайбу в ворота. Но, к счастью, удача здесь повернулась лицом к российской команде. И теперь нужно бороться за шайбу в углу площадки. Скандируют болельщики Россия, вдыхая необходимую энергию кокетистов российской команды. Боумистер блестяще играет в отборе. От его плюшки шайба покидает пределы площадки. И вбрасывание неподалеку от красной линии будет произведено. 6 минут 10 секунд сыгранных в третьем периоде. Все ли по плану идет? В принципе, мы играем все правильно, но пока не можем забить. Мы пытаемся какой-то красивый гол добить. Но не до красива тебе сейчас надо жестко-жестко играть. Афиногенов сейчас пропускает смену Стерещенко, вышли Ковальчук и Радулов. Спеца идет по центру Шарпу. Передачу на ход бросает. Здесь Набоков должен разбираться. Ковальчук ловит шайбу. И нет у него вариантов для того, чтобы отдать передачу. Более того, Спеца садится Ковальчуку на плечи, вынуждая самого Илью искать продолжение. Жесткий силовой прием, но вскользь приходится удар Живановский. Да, приходится здесь вот так жертвовать собой Ковальчук. Перевод диагональный. Не прочувствовал сейчас Радулов, что шайба не идет ни на него. Да, Терещенко там закатывался и в принципе должен был атаковать. Выходит шайба в среднюю зону Денис Гребешков. Мы видим, что мы перенесли игру уже как минимум в среднюю зону и в зону соперника. Конечно, понятно, что канадцы сейчас повнимательнее играют в обороне. Не так агрессивно идут вперед. Но главное, что мы уже владеем инициативой. Зиновьев едва не удается ему перехватить шайбу. И канадцы выходят из-под этого прессинга. Нэш не форсирует события хозяева чемпионата. Счет их устраивает, но и кроме того, ждут они еще, что будет. У них возможности для того, чтобы отличиться. Потерял шлем Даниила Маркова и пришлось ему экстренно меняться. Потому как нельзя, согласно правилам Международной Федерации Хоккея, играть без шлема. Бернс бьет клюшкой по лицу Алексея Морозова. Арбитр жмет плечами. Честно сказать, сейчас судьи дают играть и пропускают вот такие удаления, которые, может быть, в другой ситуации бы они дали. Пускай считают, что определяют сильнейшего при игре 5 на 5. Ну или, может быть, только Патрику Шарку сегодня будут выписывать за удаление, чтобы он не расслаблялся, как бы то ни было. 8. Минута с копеечками сыграно в третьем периоде. Прошкин успел там укоротить на своем пятачке. Эрика Стала и идут вперед наши. Федоров. Передача в направлении центральной оси, куда прорывался Александр Овечкин. Но к защитнику шайба попала. Попала в конек Тютин. Всеми правдами и неправдами вгрызается в пространство. Не позволяет вывести шайбу из своей зоны. Ну и вот здесь Александру Семину не удается попасть в створ. В какой-то очень причудливой траектории шайба полетела из-под его крюка. Теперь щелчком. Отскок. Гол! Гол! Алексей Тереченко забивает третью шайбу. И вновь не без участия Александра Семина обошелся этот эпизод. 4-3. И 11.05 до конца третьего периода. Красавцы. Давайте, ребята, еще время много. Ну вот обращали мы внимание на то, что до поры до времени забивали у канадцев игроки, которые, в общем, забивать голы их не основная обязанность. По второй шайбе парни забили в начале. Ну и вот и сейчас Алексей Тереченко. Вторая шайба его на турнире. Ну какая важная. В финале, которая вновь возрождает надежду. Как в сердцах игроков нашей команды, так и в сердцах всех болельщиков. Гэмворк. Какими бы заколдованными не казались его ворота после второй 20 минутки тоже человек. Он тоже ошибается. Не заколдованные его ворота. Надо забивать ему. Не вратарь, он мирового класса. Просто хороший вратарь. И защита у них не мирового класса. А просто хорошая защита. Просто надо забивать. Ну и накаляются страсти. Афиногенов с Нэшем там еще вбрасывание не успели произвести. Уже сошлись схватки за позицию. Никто не хотел уступать. Ковальчук, Терещенко и Афиногенов. Закрыли уже глаза арбитра на то, что еще до вбрасывания закатились в кругу Терещенко, Афиногенов и Нэш. Понятно, что их уже было не унять там. Ковальчук. Афиногенов, Мат Макс. Он сумасшедший Макс. Поэтому ему пофигу там, кто Нэш или кто-то другой. И вновь шайба прилетает Терещенко. В передаче и подскакивает шайба перед клюшкой Максима Афиногенова, который абсолютно правильно в касании пытался переадресовать ее в ворота Нэш. Пытается спровоцировать Афиногенова на отмашку, чтобы уравнять составы. Но нет. Наши грамотно задвигают шайбу за чужие ворота и получают численное преимущество. Сейчас не спешить надо. Нам всего сейчас один гол надо забить. Две минуты для этого. Ну что, Терещенко настоящий герой третьего периода. Гол забил. Именно на нем сейчас удаление. Канадцы заработали Райан Гецлот. За задержку соперника клюшкой отправляется на скамейку штрафников Семин, Федоров, Овечкин, Ковальчук и Константин Корнин. Пятерка российского большинства. Шарф выходит отрабатывать свои два удаления в этом матче. Кроме того, Шейн Доун, Бернс и не вижу, кто там четвертый. У канадцев это защитник Хэмлиус. Сейчас очень много именно от Ковальчука зависит, потому что в этой расстановке его броски должны решать. Опытнейший Федоров выигрывает в бросовании и Семин. Мощнейший кистевой бросок. Но Кэмворд успел Шайбу увидеть и перевел ее в сторону. Ковальчук. Атаковали Илью. Ну и поторопился он, наверное, немножко. Ну там стоячие, конечно, все были. Да, уперлись наши все в синюю линию. И, конечно же, тяжело там было раскатиться и на ходу. Приступить к розыгрышу Шайбы Овечки. Но вот и Александру через двух соперников пробиться не удалось. Меняют канадцы свою четвертую. У нас целых две минуты. Не надо спешить. Ничего страшного, что они выбросили. Ничего страшного. Главное встать и вывести на бросок на прицельник. Зиновьев показал плечами головой. И Ковальчук. Молодец, Илья. Навыков действия, ну, профессионального, что ли, защитника не хватило сейчас Ковальчуку. Но дальше самотверждил. Он сыграл-то нормально. Ликвидирует опасный момент у своих ворот. Ну что же это такое? Не можем мы выйти из зоны. И стал с Куницем вдвоем тут гоняют трех игроков российской команды. Там он устал, конечно, Корнеев очень. Но и нападающим надо было подкатиться и помочь со входом в зону. 53 секунды. Есть у нас еще на розыгрыш лишнего. Но начинать его придется от своих ворот. Вбрасывание. В зоне Евгения Набокова. Тут очень неприятное столкновение со сталом было. Но видел наш вратарь, катившегося к нему соперника. И, думаю, успел все-таки подготовиться. Зарипов, Зиновьев, Морозов. У нас на льду Прошкин и Никулин. Пара защитников выигрывает. Сергей Зиновьев вбрасывании. Только не ошибаться здесь, в своей зоне. Нужно приехать, расставиться, разыграть комбинацию и бросить по воротам соперника. Почти к классической сейчас расстановке Быков вернулся. Прошкин и Никулин в большинстве вышли с казанским звеном. Удалось нашим доставить шайбу Прошкин. Но как долго Виталий готовил. Готовился он нормально. Попадает в створ. Просто бросок мимо. И шайба выходит из зоны. Как угодно бросает. Но в створ должна шайба попасть. И вновь Прошкин получает шайбу на синей линии. Махнул клюшкой Бернс из-за глотка. Атака сборной России. Марков здесь очень здорово выглядел. Уорд. Зарипов предугадал этот отскок. Заставил ошибиться. И как шайба пролетела через вратарскую. Светлов появляется на льду. Но должен он еще подключиться к своим партнерам. Принимает шайбу на себя Хэмьюс. Не будет удаления на наших частях. Хотя показалось, что там Зиновьев цепляет клюшкой защиты. Хороший момент. Зарипов. Успел там подкатиться. И очень грамотно под него. Стив Стейос. Ногами. И абсолютно исключал им возможность получения травмы. Для себя. Ну и сыграл максимально надежно. Терещенко и Радулов мчатся вперед. Трое канадцев. Им противостоят Радулов. Смело полез на пятачок. Благо поддержки-то не было у него никакой. Но вот этот кавалерийский. Насколько удачи нашей команде не принес. Галинин. Раскатывается Афиногенов на дальнем борту. Но через ближний. Приняли наше решение развивать эту атаку. Там Радуловы подтерли. Очень важно. Очень важно, что мы сейчас организовали вбрасывание в зоне соперника. И в общем-то все время давление мы сильнее и сильнее оказываем. Семь с половиной минут остается до конца третьего периода. Финального матча чемпионата мира между сборными Канады и России. 4-3 минимальное преимущество канадской команды. И вбрасывание у ворот Кэма Уорда сейчас будет произведено. Опять мы видим, что конкретно против Овечкина играет опять по умисту. Хотя это сейчас пара. Должен не это, должна была играть. И вновь выигрывает вбрасывание Сергей Федоров. Вновь Александр заряжает из-под защитника. Но на этот раз вновь Кэмворд оказывается на пути шайбы. И еще одно вбрасывание у чужих ворот мы зарабатываем. Бросок великолепный. И вбрасывание выигрывается. Такие к Семину вопросы. Вес забил, одно отдал. Всегда желать большего Сергея Наимовича. Ну при таком счете, да, необходимо, чтобы и хет-трик был. Потому что вбрасывание играет. Опытнейший Федоров сражался за эту шайбу. Но чуть-чуть там она подскочила. И не сумел он сделать точную передачу на партнера. Клюшка сломалась у Федорова. Он уже был поймете. Да, Федоров, конечно, 38 лет человек. Вы посмотрите, как будто же стальной. Его не хватало, может быть, его не хватало на прошлом чемпионате мира. Именно человека, который победитель. Который имеет колоссальный опыт. Который вносит великолепную атмосферу. И на скамейке, и вне поля. Говоря коротко. Повидал в хоккее все. И способен этим своим опытом поделиться с каждым. И плюс великолепный мастер. Великолепнейший мастер. Федоров. Овечкин бросок с ходу. И Кэмворд. Спасает сейчас свою команду. Неожиданно нарисовалась у нас контратака стремительная. Трехходовка. Такое впечатление, что Сергей Федоров даже в будущее так чуть-чуть заглянул. И уже понял, чем будет, чем все это закончится. Делая передачу Украины Александра Семина. Чуть-чуть бы нашей сборной удачи и везения. В завершающей стадии атак. И все будет в порядке. Овечкин. Но наелся уже Александр, тем не менее. Шайба к нему прилетает. Он бросает. Он будет бороться. У него здоровье столько. Он все равно бежит на смену уже. И правильно делает. Короткая отрезка, чтобы темп поддерживать. Чтобы свежая всегда была. Корнеев и Гребешков. У нас пара защитников. И звено Сергея Зиновьева на льду. Морозов получает шайбу на чужой синий. Закатывается в зону Зарипов. Там крадется и диагональный перевод на Зиновьева. Конечно же разбирали канадцы игру. Безусловно. Соперника. Тут это отдать им должно и надо. Они абсолютно точно знали то, как играть будет у нас. И вот к этому неожиданному переводу на противоположный клан. Как оказались они готовы, ждали этой передачи. Общеобразно. В любой канадской команде, любого уровня, серьезного. Это целая группа людей, которые досконально разбирают предыдущие игры соперника. И готовят материал для тренеров. Терещенко с Ковальчуком и Радуловым. Появляется на льду российской команды Тютин Прошкин. Пара защитников. 5.52 до конца третьего периода. Одну шайбу нужно нам отыграть. Терещенко в третьем периоде сократил преимущество канадцев до минимума. Спецу отправляет в точку в бросунь. И вместо него выявляется на ней Шарп. И выигрывает Терещенко это единоборство. Тоже верное решение сейчас Тютин сделал. Потому что бросать в штор ворот не было возможности. И он очень грамотно набросил на ворот. Вот уже и выходит Звенова хотя бы как спец. Это нельзя назвать игроком обороны такой. Один из лучших распасовщиков вообще мира. Но вот зато Чемеру и Шарпа в принципе под эту гребенку постричь можно. Однозначно. Терещенко против Специи. На точке вбрасывания. И вновь это единоборство остается за российским центральным нападающим. Вновь Федор Тютин к воротам. Но Ковальчука там повязали борьбу. И Илья даже не видел направление полета шайбы. Тютин выставил в толкновении с Шарпом. И разгоняет атаку Радулов. Чересчур. Сейчас. Командно действовал Александр Прошкин. Проталкивает шайбу Ковальчук. Бол! Как же вовремя! Илья Ковальчук пробивает Кэма Ворта. Забивает он голкиперу своей любимой Каролины. И 4-4 за 5-14. Мы долго ждали, когда ты забьешь. И ты забил в самый нужный момент. 4-4, дорогие друзья. Илья Ковальчук. Ну сколько? Раз 6 он сегодня атаковал. Критиковали мы его, Сергея Ильича, за то, что может быть чересчур он берет игру на себя. Но здесь, в домик Кворту, шайба залетела. И радость Ильи абсолютно понятна. Это настоящий хэппи-энд. Жизнь лучшей драматуры. Не забить ни одного гола. Пропустить полуфинал из-за дисквалификации. И забить. Роман, еще счет только 4-4. Вот это матч. И похоже, там уже Кен Хичкок берет тайм-аут. Сергей Быков вынужден был... Вячеслав Быков вынужден был прибегнуть к этой мере в первом периоде, когда счет стал 3-1 в пользу канадской команды. И казалось, что сейчас те на крыльях полетят добивать сборную России. Но пока выживаем. Да как мы выживаем. Мы бьемся на равных за победу в этом матче. Бол мистер здесь своему голкиперу Медвежью сбуку оказал. И Илья Ковальчук на радостях здесь заградительное стекло не сломал. Мы не хуже играем. Мы сейчас сильнее играем. Только сейчас не свалится, не успокоится. Все равно сейчас решит один гол. Сергей Федоров с Овечкиным и Семиным. У нас на льду Калинин и Даниил Марков. Паразащитников. Все в этом матче начинается заново. За 5 минут до его окончания. Показывает арбитр, что был там рикошет. Назначает убрасывание в зоне канадца. Показывает просто игру в соку поднятой клюшкой. Но наши ребята говорят, он из своей зоны выпустил шайбу за пределы поля. Почему нет удаления? Мы уже дважды в этом матче получили такие удаления. Зарипов, Зиновьев, Морозов, Андрей Марков и Илья Никулин. Не слышно канадских болельщиков. Россия! Россия разносится по переполненным трибунам. Квебекского колизея. Вот только таким «Бу» пытаются смутить наших канадских любителей хоккея. Гетцлов очень опасный бросок из-под защитника. На боку реагирует. Ай, какой отскок! И Нэш! Не дали ему разогнаться. Очень опасен Нэш в таких моментах. За воротами он прячется. Разворачивается. И передача это была на пятачок. Но до Хитли, на наше счастье, она не дошла. Зарипов предпочитает вот таким навесиком. Ну, он правильно сделал смену, потому что мы играем в своей зоне уже 40 секунд. И напряжение такое, что, видите, небольшая паника была. Ну, вот канадцы берут реванш. Вперед, Канада. Костя, ну, уже ты должен был помогать. Сейчас Гребешкова атаковать соперникам. Корнеев владеет шайбой в своей зоне. Делал передачу на партнера. Завозился здесь Гребешков. Ну, и Хитли был тут как тут. Вынудив уже просто отбрасываться. Защитника российской команды. Ковальчук. Передача на партнера. И перевод в центр закатывался там Максим Апиногенов. Там Радулов по очереди с Апиногеновым играет в третьем звене. Мачук же пошла, у нее игра. Мог поищаться и сам бросать. Тем более у него-то бросок великолепный. Что щелчок, что кистевой бросок. Брасывание у ворот Кэма Уорда. Ковальчук, Терещенко, Апиногенов. И Гребешков и Корнеев. Пара защитников Джейсон Спеца со своими партнерами на льду у канадцев. Перепас. Выскакивает шайба на пятачок, но не увидели ее наши парни. Нужно возвращаться. Два в два идет контратака канадцев. Здесь Чемера едва не оседлал. Гребешкова Спеца. Ковальчук отработал. Назад возвращать, конечно, надо. Возвращаться обязательно. Потому что, опять, они вот, канадцы, постоянно смотрят, где вторая волна их атаки. Отличный диагональный перевод Ковальчука на Апиногенова. Повязал там Макс с борьбой своего соперника. Он поднял клюшку, там ничего не было. И, опять же, шайба выскакивала на пятачок, но там не хватило игрока в красной форме. Набоков командует, дирижирует своими партнерами. К сожалению, не сумели мы там сразу. Сейчас хорошая контратака. Семин-Овечкин в состоянии и двоем переиграть. Овечкин там всеми правдами и неправдами рукой пробрасывает шайбу себе на ход. Вот что значит баскетбольные гены. А Александр Семин, поймавший кураж на игре, с броском с отрицательного угла пытался застать соперника врасплох. Пробрасываются канадцы и вбрасывание у ворот Кэма Уорда за 2 минуты 41 секунду до конца третьего периода. 4-4 на табло. Ну что, 2.41 и овертайм, если что, еще. Об этом поговорим, если будет полот. Морозов, Зиновьев и Данис Зарипов появляются на льду у нас. Калинин и Даниил Марков. Пара защитников. Как сейчас строить игру? Стремится любой пофе, любой ценой. А сейчас же все понятно. Остается чуть больше двух минут основного времени. И надо забивать, потому что отсиживаться бесполезно. Слишком длинный овертайм. И искать шансы у чужих ворот. Мы видим, сколько оскоков на этом чемпионате, просто непредсказуемых. Да, очень опасно сейчас было. И на нашей части не сумели канадцы бросить по нашим воротам. Более того, там Нэш еще шайбой в лицо получил. Это проблема наша. Концентрация полнейшая должна быть сейчас Ковальчука. Так, за клюшечку аккуратненько, аккуратненько Гетцлов придержал в средней зоне. Такой есть нюанс, в общем, национальных правилах, национальных хоккейной лиги. В правилах, кто первый к шайбе успевает, и есть вбрасывание. Проброс тогда или нет. Здесь проброс заранее показывают. И все. Ну что, песнуется трибуна. Болельщики всех команд, которые присутствуют на чемпионате сейчас, кричат. Эрик Стал со своими партнерами против Терещенко. Очень тщательно отбитр готовит это вбрасывание Гриин. Бросок поворотом попадает шайба в конек Андрею Маркову. И отскакивает в угол площадки, где за нее нужно бороться. Последние две минуты основного времени третьего периода. Основного времени матча, да. Не совсем понятно сейчас расстановка нашей сборной. Сергей Федоров вышел, видимо, на вбрасывание только, потому что опаснейшим. Абсолютно грамотно опять решение тренеров. В этой ситуации на вбрасывании должен стоять тот игрок, который это не проигрывает. И поэтому вышли одновременно два центральных нападающих Терещенко и Федоров. Но Федоров быстро сменился. И появляется Овечкин, Федоров остается, пока Радулов на поле. Страховались наши тренеры, рассчитывая, держа в уме то, что могут просто кого-то из центральных нападающих отправить. С точки был на этот случай план Б. Абсолютно. Но хотя Радул тоже здорово играет на точке вбрасывания. 80 секунд до конца третьего периода финального матча Канада-Россия. Любители хоккея во всех странах ожидали великого финала, и они его получили. Федоров против Гетлопа на точке вбрасывания. В нашей зоне выигрывает опытнейший ветеран. Это единоборство. Ну и в атаку выйти нам не удается. Очередной проброс. Такой вроде отскок был, вполне приемлемый, но тяжело. А подскочила шайба непременно. Обычно вот такие пробросы как раз не судят. Невероятное напряжение сейчас в этом матче. К существу овертайм уже начался. Федоров на этот раз проиграл Детоморский, но опять же сделал все, чтобы ничего у канадцев не получилось, но нужно знать их настырность. Овечкин идет в обыгрыш. Обрушил Хемьюса. Но опять же один здесь был Александр. Это должна доходить до ворот. Никулин на перехвате, но нужно ему вернуться Овечкин. Свисток дает арбитр, определяя оффсайд у Александра. Брасывание будет в средней зоне, неподалеку от синей линии канадских ворот. Хотя опять же там Тоун требует ближе к воротам Набокова ее подвинуть. Подвинул. Да, метра три выиграли канадцы. За счет настойчивости своего капитана. Зиновьев выигрывает это единоборство Тютин. Делает передачу на Прошкина. Входит в нашу зону. Не будет, не будет удаления сейчас. Надо терпеть и работать. Но там похоже и не шел-то Зиновьев на удаление. Он как раз сделал все, чтобы преодолеть упавшего на ноги соперника. Он не искал удаления, просто, ну, чтобы, да, болельщики не думали, что в такой ситуации удаление будет, ну, в супер ситуации. Зарипов. Правильно действовал Донис, пытался он атаковать. Рядом находился Стив Стейлс. Заблокировал. Поэтому небольшой, небольшой инцидент. Канад считает, что, ну, вратарь уже прижал. Защитник ничего особенного не делал. Сверхагрессию не надо проявлять. Вбрасывание в чужой зоне. И опять же, смотрите, вот она работа тренерского штаба. С Семиным, Овечкиным и Федором Ковальчук выходит. На тот случай, если Федоров выигрывает в брасывании, чтобы Ковальчук разряжал свою пушку. Рисково, соглашусь, но рискованно, да, понимаете. Мы не проиграем. Все 4-4. Просто так пропустить шайбу тоже не хочется. К тому же Семиным в этих ситуациях очень здорово бросает. Тем более, было это два раза в третьем периоде. Ну да ладно. Проброса не будет Овечкин отправлять шайбу за чужие ворота. Бегут, бегут секундочки. 5 до конца основного времени этого матча. 60 минут. Не хватило соперникам, чтобы выявить сильнейшего в финале чемпионата мира по хоккею. Итак, 4-4. У нас счет быстренько о регламенте. После полного перерыва, 17 минут. Нас ждет дополнительный овертайм, 20-ти минутный. Команды будут играть 4 на 4. Победитель забирает все. Наша команда, продемонстрировав в очередной раз на этом турнире, несгибаемую твердость духа, сумела в третьем периоде отыграть дефицит в две шайбы. И смотрите, под конец матча мы вышли вперед по броскам. 30-29. Мы передаем слово московской студии, после чего встретимся с вами вновь. Субтитры создавал DimaTorzok